Друзья, здравствуйте! Меня зовут Наталья. Вы на канале прогулки по Харькову. Сегодня мы гуляем по одному из сел Харьковской области. Я приехала в гости к своим родственникам и решила немножко пройтись по селу, погулять, посмотреть и вам поснимать, как выглядит одно из современных сел у нас в Харьковской области. Находится село за Красноградом. Это очень далеко от Харькова. Примерно 250 километров. Называется село Богатое Чернещина. Когда-то это было очень богатое село, очень большое. У него есть свои истории. Этому селу больше 300 лет. Тут раньше было два колхоза. Когда я была ребенком, приезжала сюда к бабушке в гости, то я знала, что тут были два колхоза. Один назывался «Искра», второй назывался «Паркомона». Тут было очень много жителей. Работала школа, садик, библиотека, больница. Сейчас это все тоже есть, но оно в таком миниатюрном, скажем так, виде. Потому что детей мало, людей мало, но все равно все функционирует. В селе очень много пустых домов. Люди выехали, старики умерли. Самая большая проблема – это плохие дороги. Вот я иду, сейчас видно, да, наверное, какие плохие дороги. Вот, но люди живут, те, кто живут, живут в достатке большинству людей, потому что в каждом дворе по две машины. Есть машины рабочие, вот, большие наделы земли, скажем так. Люди работают на земле, это крестьяне, вот. Ну, есть, опять же, и дома заброшены. Вот, допустим, дом стоит, видите, он большой, строили давно, но он пустой. Тут давно никто не живет. Вот, очень много садов у людей в этом году родили абрикосы. Если я увижу, а я увижу, скорее всего, вам покажу. Вот, слив много, яблоки, поэтому люди здесь далеко не бедные. В домах есть бойлеры, почти в каждом доме есть душ, то есть есть горячая вода, душ, даже есть канализация в некоторых домах. Вот, поэтому, в общем-то, в принципе, люди живут довольно богато. В этом селе очень много аистов и есть гнезда. Вот, видите, таких гнезд полно. Вот, аисты прилетают сюда весной, потом у них рождаются тенчики, и они улетают, вернее, живут здесь все лето. Живут они больше в луке, скажем, так, луке, то есть это такая степная часть слабожанщины. Поля, пастбище. Там очень много диких птиц, много рыбы. Вот, видите, иногда прилетают ночевать на свои гнезда. Вот, я снимаю утром. Аист, видите, сидит на гнезде один. Сейчас улетит, наверное, готовится. Может, нет. Вот, какой красивый айс, да? Вот, вот сейчас увижу гнезда, я вам покажу обязательно, посмотрите. Конечно, здесь очень-очень красиво. Так, а вот и второй полетел. Один улетел, а второй прилетел. Гляньте, как красиво. Такие большие птицы летают. Вот, что еще у людей во дворах, конечно, есть хозяйство. Вот, есть и коровы, и не одна корова, и две, и три коровы. Вот, видите, какой дом ухоженный. Красиво все. Орех растет аккуратненько. Коровы есть, свиньи есть, утки, куры, гуси. Вот, ну, коты, собаки, понятное дело. Вот, тоже, видите, какой хороший, богатый дом. Крепкий, большой, забор хороший. Вот, тоже люди живут очень обеспеченно. Конечно, если сравнить с территорией Западной Украины, я там была недавно, снимала видео. Многие из вас смотрели эти видео. Там немножко другая культура в плане постройки домов и в плане благоустройства жилья. Там дома еще больше, дома обычно двухэтажные. Они по-другому ведут хозяйство. Ну, у нас свобожанщина. У них так, а у нас так. И все, это Украина. И там Украина, и тут Украина. Поэтому мы все разные. Вот, огромный орех у кого-то растет. Опять же, во дворе все чисто, убрано. Дом небольшой, видимо, старый. Но хозяева аккуратно за всем следят. Вот, опять же, видите, главная проблема – это дороги. Ну, а все остальное здесь жить можно. Очень много фруктовых садов. Вот. Ну, этот абрикос уже осыпался. Вот, гляньте, сливы. Сейчас немножко увеличу, если получится поснимать. В этом году большой урожай слив. И особенно много абрикос. Вот тоже какой красивый ухоженный дворик. Но я не буду заходить, потому что я людей не знаю. Это неприлично. Вот, и тротуар, и скамеечка, и цветочки. Вот тоже еще сливы. Слева яблони, вон там груши у людей. В этом году тоже урожай. Как-то вот абрикосы вообще, года три, наверное, не было урожая на абрикосы. Вот, а в этом году прямо, ну, очень много. Вот тоже, видите, у людей сад какой. Машина, даже две машины стоит. Тут машины, в принципе, недорогие, скажем так. Но они есть в каждом дворе. Вот тоже какой ухоженный двор. Собачки в этом селе маленькие. Их много, опять же. Видите, сейчас будут лаять. Уже меня увидела, хозяйка дома. Две-три собачки в каждом дворе. Они обычно такие коротконогие. Или коротколапые. Маленькие, голосистые. Вот, но при этом всегда свой дом защищают. И если лишь по улице, обязательно начинают лаять. Вот, видите, какой белый дом. Тоже ухожено, все красиво. Забор стоит. Сада здесь нет. Скорее всего, что старый сад срубили. А новый сад еще не вырос. Вот, поэтому вот так вот. Вот тоже дальше слива. Уродила. Орех грецкий. Вот, хочу найти абрикосу. Вам покажу ее обязательно. Потому что, вот, я знала, что в этом году много абрикос. Тут же, вот есть, такой переулочек пошел. Даже пошли поля. Вот, есть дома старые. Совсем-совсем старые, еще крытые соломой. Они давным-давно нежилые. Вот. Сейчас сделаю паузу, потому что машина едет. Так вот, дома эти нежилые. Они развалились. Ну, допустим, дом тоже, видите, старый. Можем подойти. Но я, честно говоря, не особо люблю по таким местам лазить. Сама чем более. Возможно, я сниму отдельное видео. То есть, раньше дома строили из глины, из дерева. И крышу покрывали соломой. Вот был вход такой. Внутри солома, возможно, кто-то это использует для того, чтобы там сено хранить. Может быть. Потому что сейчас люди, конечно, запасаются сеном. В каждом дворе, уже говорят, 2-3 коровы. Козы есть. Их нужно кормить чем-то. Вот. Поэтому, возможно, люди там сено свое и хранят. Так. Вот тоже, видите, поле это скосили. И я думала, что в эту хату сено и впихнули. Так вот. Эти хаты такие разваленные, конечно, никому не нужные. Земля стоит пустая. Сады стоят пустые, огороды. Возможно, кто-то есть тут из родственников. Может быть. Да, живут, и они землей пользуются. Ну, по крайней мере, сеют пшеницу или какую-то другую культуру, или кукурузу. Не могу сказать, потому что я деталей не знаю. И бываю здесь не часто. Ну, вот видите, здесь пустырь. Возможно, был дом раньше. Сейчас бурьяны. Позарастало все. Вот. Ну, мы идем дальше. Село большое, я же говорила. Да, вот я иду по одному краю села. Есть еще другой край села. Как бы село представляет собой очень длинную улицу. Не знаю, сколько километров, но идти долго. И от этой улицы отходят маленькие ответвления, улочки, переулочки. Вот в одном таком переулочке жила моя бабушка очень давно. Вот абрикоса, но она уже, видите, осыпалась. Сейчас я вам покажу на земле, сколько валяются. В этом году огромнейший урожай абрикос. Уже много раз это говорила. Вот поэтому все, конечно, не уберешь, все не используешь. И много абрикос просто осыпается. Вот так. Это вишня. Ой, а он даже такая красивая абрикоса. Сейчас ближе подойду, поснимаю. Покажу, похвастаюсь нашими слабожанскими абрикосами. Вот уже, видите, забор добротный у людей. Там розы внутри. Какие абрикосы, а. Смотрите, какая прелесть. Блядьте, как много, прям все облеплено абрикосами. Ветки прямо падают на землю. Так, идемте дальше. Пройдемся еще по селу. Вот вышла маленькая собачка. И на меня галкает. Вот видите, одна, вторая. Вот еще абрикосы тоже. Ну, хозяйки две. Одна и вторая маленькие. А вон там дальше пули подсолнухов. Можем сейчас ближе подойти, посмотреть на подсолнухи. Вот тоже люди. Виноград во дворе растет. Вот довольно такой ухоженный вид. Забор хороший, сад большой. Даже елка и черешня. И мальва. Тут, видимо, дом старый. Или старики живут. Или он просто заброшенный. Потому что, видите, я думаю, он заброшенный. Да, там закрыты окна с тавнями. Забор тоже покосился. Вот люди уехали. И все. Так, тут еще. Тут люди живут. Огромнейший сад у людей. Какой большой цветок. Как много. Полисадник. Орех растет. Орехов тоже в этом году очень много. Урожай на орехи. Идемте, наверное, к подсолнухам. Какие подсолнухи красивые. Кстати, тут раньше была почта. Обычная почта. Почтовое отделение, как и везде. Возле магазинов. Я помню, когда была ребенком. С бабушкой мы ходили на эту почту. Сейчас почта не работает. Но какая красота. Какие большие желтые подсолнухи. Вот возле Харькова, когда ехала сюда. То там уже поля были видны. Отцвели подсолнухи. А тут они еще есть. Так вот. Сейчас здесь по селу ездит небольшой фургон. С надписью. Укрпошта. Вот. И люди почту развозят. Собирают. Кому что отправить нужно. Или посылку. Или кому-то деньги переслать нужно. В общем-то, село в этом плане не брошенное. Видите? То есть нашли выход. Вот. Укрпошта сама приезжает к людям. Вот целое поле подсолнухов. Я зашла прямо в поле. Поснимать так красиво. Такое все. Ой. Такое все яркое. Такое все желтое. Какая красота. Какие же красивые подсолнухи. Гляньте, как красиво. Ну, давайте еще немножко пройдемся. Вот. Почему подсолнухи в этом году по-разному цветут? То есть какие-то уже отцвели. Какие-то только-только цветут. Дело в том, что в апреле был очень сильный мороз. И мороз уничтожил посев урожая. Ну, не урожая. Посев пшеницы. Посев подсолнуха. Вот. И поэтому пришлось заново сеять. Пересевали все это. Да. Поэтому какая-то культура раньше взошла. Какая-то позже взошла. В общем-то, поэтому что-то уже, вот как у Зихарькова, давно отцвело. Скоро будут убирать. Ну, а здесь вот только-только они цветут. Вот тоже, видите, дом более ухоженный. Забор хороший. Здесь как-то все в запустении. Скорее всего, тоже брошенный дом. Нет, не брошенный. Там кто-то есть во дворе. Какая-то бабушка возле колонки. Виноград. Да. Позарастало все. Ну, наверное, бабушка одна живет. Хотя, я так думала, что раньше был очень добротный дом. Ага, собачка гавкает. Видно, что сад большой. Возможно, хозяин умер. Осталась одна. Вот. Ну, одной тяжело, конечно, дом в селе поддерживать. Ну что, наверное, будем заканчивать нашу прогулку. Я уже дошла почти до конца села. Здесь тоже, видите, дубы растут, кстати. Вот тут дубы не везде растут. Их практически нет. Больше акация. Вот тоже. Дворы большие у людей. Зеленое все. Ну, опять же, старые постройки. Вот сарай покосился. Я не буду далеко идти, потому что чужой двор. Скорее всего, что хозяин умер. И женщина осталась одна. Так, я разворачиваюсь. Там еще одно поле. Тоже подсолнухи. Ну, дальше конец улицы и просто выход в поля. В поля посажена пшеница. Тоже подсолнухи. В общем-то, вот так вот село здесь и расположено. Все. Я пошла обратно домой. Разворачиваюсь. Если было интересно, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. И будем дальше гулять вместе. Я буду в этом селе еще какое-то время. Поснимаю еще видео. Пощу какие-то интересные места. Опять же, возможно, или старые дома. Дома покажу, как раньше украинцы строили дома. Или покажу какие-то более новые дома. Еще пойду на кладбище. Там, где мой папа похоронен. Бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка. Если интересно, поснимаю, покажу. Посмотрите. Те, кто не очень знаком с нашей слабоженской культурой, вам, возможно, это будет интересно. А те, кто уехал далеко из Харькова, допустим, где-то в Европе или в Америке живет, у меня есть такие зрители, наши бывшие харьковчане. Переехали жить в другой конец планеты. Вот, возможно, им будет интересно посмотреть и прикоснуться к своей культуре или к своей бывшей жизни. Короче, к нашей слабожанщине. Все, прощаемся. До свидания. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok